44-я гимназия. В мае 1997-го из ее стен во взрослую жизнь вместе с сотней других выпускников шагнул Саша Дорофеев, а через два года его не стало. Парню было всего 19. В среду в школьном дворе открыли мемориальную доску бойцу подразделения специального назначения, погибшему при исполнении служебного долга 20 лет назад. Почтить память собрались сегодняшние гимназисты, учителя, сослуживцы и родные бойца. Говорят, что время лечит, но на протяжении уже более 19 лет эта боль всегда со мной. Но я стараюсь, конечно, не показывать, что творится в моей душе, стараюсь быть сильной, потому что пока я жива, жив и мой сын, жив и моей и вашей памяти. И очень жаль, что сегодня нет отца Сашиного. Он бы очень гордился, как и я, своим сыном. Александр родился в семье военнослужащего, потому при выборе жизненного пути парень не сомневался. Отец с гордостью рассказывал о сыне-сослуживцам, бойцам Ивановского СОБРа. Сергей гордился своим сыном. Я знаю, что Александр хотел после службы в армии продолжить службу в СОБРе и сдать на краповый берет. Но он к этому шел. Судьба распорядилась так, что не получилось всего этого. Сразу после учебки Александр в составе подразделения специального назначения внутренних войск МВД отправился на Северный Кавказ для участия в контртеррористической операции, где геройский погиб от пули снайпера, когда подразделение спецназа выполняло боевое задание в зеленой зоне в Дагестане. В день, когда на его родной 44-й гимназии появилась памятная доска, Александру Дорофееву исполнилось бы 39 лет. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.